Здравствуйте! Я Подданова Ирина и я художница. Вначале я хочу рассказать немного о себе, о своем становлении как художника. Я родилась в семье военных, до семи лет жила в Азербайджане, до 12 лет жила в Грузии. После того, как моя мама развилась с отцом, моя семья переехала жить в Полтау, в Украину. Поскольку, скажем так, выбор профессии мой припал после 90-х, я побоялась идти учиться на художника и выбрала более, как мне казалось, серьезную, фундаментальную профессию менеджера, организация производства. Я закончила Полтавский институт экономики и менеджмента свиточка. Она отлично. Работав маркетологом, я поняла, что это, конечно, по-своему творчество интересная профессия, но все-таки мне чего-то не хватает, конкретно творчество. Работая маркетологом, я познакомилась с ребятами из рекламного агентства, с дизайнерами и художниками. И посмотрев, как они работают, меня это заинтересовало, и я решила, в конце концов, сниться в свою профессию. Я закончила курс в Академии ШАР, курса дизайна. И после чего начала свою карьеру как дизайнер. Проработала. Я в дизайне около двадцати лет. Последние лет, наверное, восемь, я проработала в рекламном агентстве Мекс Афертази. Последние шесть лет я работала там, как дизайн-директор. Меня повысили. Вот. Ну, я, в принципе, всегда любила эту профессию, но работая дизайнером, я все время продолжала рисовать. Рисовать на планшете, рисовать просто карандашом. И все время мечтала перейти на краски. Думаю, что вот и когда заработаю достаточно денег, когда я уйду на пенсию, у меня будет много времени, я наконец смогу стать художником, буду рисовать картины маслом. Но в 2020 году, когда вот разгар был пандемии, я почувствовала острую необходимость начать рисовать прямо сейчас. Я купила краски, холст. И первую картину я нарисовала, это было море. То, что я, наверное, больше всего люблю в этом мире. Потом пробовала рисовать животных, тоже их обожаю. Вот. Ну, хочу также сказать, что всю жизнь я очень сильно любила, как люблю фэнтези, фантастику. Кроме того, мне часто в юности снились фэнтезиические сны, которые были по своему содержанию, как настоящие полноценные фильмы. И, в общем, я выбрала направление фэнтези с символизмом и также направление сказки. То есть у меня сейчас, в данный момент, я развела две линии. Одна линия — это сказки, это история маленькой девочки. И вторая линия — это история взрослой женщины с её взрослыми проблемами. Вот эта данная картина, я написала в 2022 году, уже закончила недавно. На неё меня, конечно, как часто это бывает, вдохновил сон. Ну, сюжет этой картины мне буквально приснился. Мне снилось, что я иду по длинному коридору, сжимая меч с твоей руки. На одной из стен были развешаны пакеты, которые освещали мой путь, отбрасывая моё тень на противоположную стену. Я шла, а мне казалось, что коридор не имеет конца. От нечего делать я стала рассматривать свою тень. И вдруг я увидела что-то странное в своей тени. Я видела, что тень моя стала меняться, становиться больше, приобретая очертания мужской фигуры. И вдруг из тени выступил мужчина. Цыпловолосые, крепко сложенные, и что-то в её чертах, в лицах было удивительно знакомо. Он хитро улыбнулся, взмахнул мечом, но я успела парировать удар. Но он не собирался останавливаться. Он снова взмахнул мечом и завязал с собой. Мне некогда было бежать и некуда деться. Коридор был узок. И не было ни окон, ни дверей, куда я могу убежать или выпрыгнуть. И, кроме того, от своей собственной тени ведь не убежишь. Этот бой бился, мне казалось, вечность. Ну, в конце концов, я проснулась, так и не узнав, чем закончился этот бой. Но потом я поняла, чем этот сон был. Я поняла, что этот мужчина, этот тень, это отражение моей другой Личности, моей другой стороны. Возможно, тёмной стороны. И что самый главный бой в нашей жизни — это бой, дуэль самим с собой. Когда мы принимаем какое-то решение, когда мы думаем о ком-то, на чём-то, когда мы решаемся на что-то, когда мы перебариваем себе какой-то страх, всегда мы вступаем в бой, в поединок с самим собой. И самый главный враг — это мы сами. И мы боремся с самим собой всю нашу засознанную жизнь. И исход этой битвы не будет ясен до самого конца коридора. Коридора, который символизирует наше бытие. Вот такая вот история. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравится моя картина и моя история. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok